Мы приглашаем нашего представителя из Санкт-Петербургского политехнического университета, Козикову Диану Александровну, с докладом. Спасибо большое. Добрый день. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо организаторам за предоставленную возможность принимать участие в данной конференции. И сегодня хотелось бы обратиться к вопросу о эффективности применения метода ротации станции при обучении английскому языку студентов не языковых вузов. Актуализация знаний английского языка – это необходимость в наши современные условия глобализации. Хорошее знание иностранного языка гарантирует качественную работу, а также приобретение дополнительных знаний, навыков и умений в различных сферах жизни. Способность обладать иностранным языком повышает уверенность в себе, развивает мышление интеллекта. Вопросы, касающиеся методического оформления обучения, представляют собой особый интерес к педагогической подготовке. Успешность обучения влияет на многие факторы. Это и опыт преподавателя, и владение современным языком, и практические навыки преподавания. Существует множество различных методик обучения иностранному языку. Но выявить, какой будет эффективным для всех групп, не предоставляется возможным. Поскольку весь комплекс методов подбирается, исходя из целей конкретного студента и декоратива, сегодня общество требует использования новых методов обучения. И метод обучения представляет собой порядок совместной работы преподавателей и обучающихся в цели решения конкретной образовательной задачи. Кривийский процесс развивался и развивались и методы обучения. Там они поделились на классические, то есть традиционные, и современные методы. Традиционные методы предоставляют передачу готового материала от преподавателей к студентам, в то время как современные методы отходят от этого. И в уголовении лежит принцип стимулирования активного обучения, то есть обучения на собственном опыте. При этом допускается все, что выводит обучающийся из пассивной роли, и вставит его в ситуацию с настоятельного решения проблемы. На всех этапах изучения английского языка важно понимать, что это не просто учебная дисциплина, а в первую очередь средства коммуникации. Так обучающиеся будут понимать практическую значимость английского языка и способствовать необходимой мотивации для общения. Рассмотрим современные методы обучения на примере метода родации станции. Родация станции представляет собой модель смешанного обучения, который подразумевает разделение обучающихся на группы, которые будут перемешаться между различными станциями. Смешанное обучение в настоящем времени представляет собой широко обсуждаемую тему. Смешанное обучение – это технологии в образовании, которые предполагают сочетание традиционных методов обучения с элементами дистанционных технологий. Во время занятий с применением метода родации станции обучающих чередуется по фиксированному графику между различными моделями. которые включают в себя три составляющие обучения. Это онлайн обучение, очное обучение и групповые проекты. Студенты получают различные учебные предложения, которые связаны с общей тематикой. Эти учебные задачи в значительной степени открываются самостоятельно, индивидуально или в малых группах. Обучение на станциях способствует тому, что обучающиеся берут на себя ответственность за свое личное обучение. Этот метод позволяет преподавателю оказывать индивидуальную поддержку обучающим. Метод выполняется в нескольких этапах. Прежде всего следует этап подготовки. Он требует большого количества времени. На этом этапе разрабатываются задания с учетом различных типов обучения, прямой опосредованной проблемой, а также с акцентом на дифференциацию задач, которые согласно способностям обучающихся делятся на сложные, также по количеству и содержанию. На этом этапе важно продумать механизм работы станции, таким образом, чтобы задачи не задавали определенный график выполнения. Это необходимо для того, чтобы дать студентам возможность самостоятельно выбирать, в какую станцию они хотят пройти. Также важно продумывать и способы контроля успеваемости студентов, что позволит преподавателю отследить пробелы и предложить помощь в случае возникновения трудности. Следующий этап – это ведение. На этом этапе проходит информирование обучающихся по целям, результатам, которые они должны достигнуть, правилам и срокам выполнения работы. В течение этого этапа, в течение этапа выполнения студенты проходят все станции и решают задания в любом порядке и в любой степени, которую они хотят. Для контроля выполнения заданий обучающиеся либо представляют отчеты с промежуточными результатами, либо преподаватель заранее на каждую станцию подготавливает таблицу, в которой все студенты делятся своим успехом. На этапе контроля осуществляется ведение долга. Все студенты должны предоставлять результат своей работы и совместно с преподавателем решить вопросы, которые остались непонятными. Для успешного применения метода ротации станций на занятиях по английскому языку важно помнить следующее. Метод ротации вводится постепенно, чтобы обучающие могли понять принцип работы, а преподаватель осведить, все ли правильно работает на этих станциях. Материалы, подобранные, должны быть интересными и познавательными. Задания также для всех студентов должны быть трудными, но в это же время пассивными, чтобы каждый месяц выполнить все предоставленные задания. На этапе очного обучения станции могут быть либо автономными, либо с участием преподавателя. Так, у преподавателя, принимающего участие в очной станции, есть возможность сконцентрировать внимание на определенной группе или на определенном студенте, с которым ведется работа. Так преподаватель сможет уделить больше времени в группе на объяснение конкретной темы, которая осталась непонятной. Этап руководства проекта позволяет студентам применять полученные знания на практике. При выполнении совместных проектов они также тренируют свои коммуникативные навыки. В качестве задания этого этапа могут быть представлены квесты, настольные игры, исследования на основе которых будет подготовлена презентация или же этими соревнованиями. Самая сложная составляющая – это станция, посвященная онлайн-обучению. Она сложена тем, что требует создания интерактивного и хорошо продуманного, дидактически обоснованного онлайн-курса. Станцию онлайн-обучения также можно представить в виде исследовательских задач, викторий, проверяющих знаний, тестов, чтений или просмотра дополнительного материала. Также эта станция может быть посвящена введению новой темы, чтобы учащиеся отработали свои знания, навыки и умения, которые у них уже были ранее по этой теме. Предоставляемые ресурсы должны быть достаточно разнообразными для обеспечения глубокого погружения в тело и детальной проработки. Предоставляя доступ сразу ко всем материалам, студент может выбирать, как он хочет проходить и проходить это в своем комфортном для него темпе. Более того, реализуя станцию онлайн-обучения в виде викторин или тестов, преподаватель может отследить успеваемость, а также посмотреть, как учащиеся взаимодействуют с учебными программами. Однако для реализации данной станции требуется техническое оснащение. Использование метода ротации станции помогает решить следующие педагогические задачи. В первую очередь, это повышение мотивации студентов. Потом, это положительное влияние на результаты обучения. Также это способствует лучшему усвоению знаний у студентов и развивает их практические навыки владения языком. Главное преимущество метода ротации станции заключается в способности персонализировать обучение. Обучаемые имеют возможность взаимодействовать с контентом в такой форме, в которую они хотят. Более того, у преподавателей появляется возможность уделить время между студентами, которым больше всего это надо, а обучающиеся расширяются возможности за счет того, что возрастает мотивация. Каждая станция может быть отведена для отработки определенного вида речевой деятельности. Это чтение, говорение, аудирование и письмо, что обеспечивает комплексный подход к обучению. Тем не менее, этот метод имеет и свои места. В первую очередь, это время затратности. Для разработки требуется много времени. Метод предполагает счастливое продумывание каждой станции. В противном случае, одни учащиеся будут справляться быстрее, а вторые терять интерес. Таким образом, для обучающихся образовательный процесс будет интересен и эффективен, если он будет включать в себя действия и возможности для открытия. Метод ротации станции является способом обучения, который может привнести и открытость, и дифференциацию в обучении. Постоянное перемещение между станциями обеспечивает частую самоверную деятельность, что позволяет студентам не устать от выполнения монотонной работы. Также, участие в ротации позволяет отработать все виды речевой деятельности. Может сделать вывод, что метод ротации станции на занятиях по английскому может применяться успешно. Участвуя в подобной деятельности, обучающиеся анализируют, активизируют и закрепляют полученные знания, формируют навыки и снимают языковой барьер. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, есть у вас вопросы? Спасибо. Студенты, изучающие английский язык, будучи техническими. Данные методы опубликованы в различных университетах на различных группах с различным уровнем владения языка. А в политехе данный метод пока не применяется. А, то есть это как бы заявка, да? Но у меня есть еще вопрос по поводу повышения мотивации. За счет чего я могу так измерить повышение мотивации? Это действительно хороший вопрос, но мотивация повышается за счет того, что это интерактивные методы, и обучающие не устают от выполнения монотонной работы. У них есть переход между разными станциями, на которых им предоставляется материал не только из учебников, но и дополнительный материал, который используется. И предоставляется и в качестве видео, и в качестве аудио-мотивации. Ну да, но это как бы развитие довольно популярной в свое время методики уменьшения игр в преподавании, да? Но потом появилось очень много практических работ на эту тему. Когда человек очень увлекается игрой, а всегда тоже в любом, потому что процесс обучения, он не может состоять как-то из игры, и особенно когда речь идет о взрослых людей. И очень много сомнений, вы об этом не думали. Я с вами согласна. Действительно, современные методы, такие как методы радарства, они не могут быть единственными. Они скорее дополняют традиционные методы, которые как раз-таки подразумевают полноценное обучение. Без игры. Ну да, поэтому у меня первый вопрос был, а каким материалом это можно опробовать? То есть это в таком случае нужно выделить какой-то отдельный, не знаю, колокол, какой-то институт, курс или что-то такое, где можно что-то подобное реализовывать? Или как? Это можно включить как в пройденной теме, то есть подведение итогов. Это не обязательно должно быть на каждом занятии. Это может быть посвящено в конце пройденной теме, как одно занятие, в котором они опробовали данный метод, и смотрят, как он работает на определенный уровень. Эффективнее у него вообще. А у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько по времени занимает этот проект, эта проектная деятельность? Это действительно время затратное. Во-первых, это подготавливается достаточно долго, потому что мы должны разработаться таким образом, чтобы каждому было интересно. Это занимает не одну полу. Потому что каждая станция, она хоть и ограничена во времени, но их... А сколько по времени практическое проведение? Не теоретическая подготовка, а именно практическое проведение? На каждую станцию следует отводить минимум 15 лет. А скажите, пожалуйста, приведите пример тем, которые были наиболее успешны или удачны с вашей точки зрения? Я считаю, что все темы достаточно успешны в данном методе, потому что подходят для любой. Это может быть межтемная игра, когда подбираются различные методы. На каждую стену, на каждую станцию посещается какая-то конкретная тема. Это может быть общая тема медицины на отдельную станцию, традиционные методы лечения. На другой станции это может быть разыгранные сценки, как пациенты берут доктора рекомендации и докторы выясняют, какая тема может быть эффективна. Если нет больше вопросов... Большое спасибо за очень интересное сообщение. И мы приглашаем Морогину Надежду Ивановну из Национального исследовательского Томского государственного университета для доклада преодоления дисциплинарных границ в современных условиях подготовки и лимончиков. Да, спасибо, коллеги, за приглашение на конференцию. Будьте добры, запустите презентацию. Я их буду видеть, да. И если возможно, то, конечно, помогать мне в управлении. Итак, тема доклада, как уже объявили, преодоление дисциплинарных границ в современных условиях подготовки переводчиков. Я на протяжении 10 лет являлась руководителем образовательной программы, магистратуры, профессионально ориентированный перевод. На самом деле накопился огромный опыт за это время, и поэтому хочется поделиться основными моментами, которые связаны сегодня, может быть, трудностями, которые связаны с подготовкой переводчиков. Будьте добры, второй слайд. Целью многих переводческих образовательных программ на сегодняшний день является подготовка специалистов в области профессионально ориентированного перевода. Мы готовим переводчиков устных и письменных. Но многие программы в основном ориентированы на теоретическое, а также и практическое моделирование личности переводчика, который обладает широким общенаучным кругозором, глубокими знаниями в области лингвистики и межкультургии, межкультурной коммуникации, профессионально владеет несколькими иностранными языками и способен быстро реагировать на современные запросы динамично развивающихся рынка труда. На самом деле любая образовательная программа, в ней выделяем обязательную часть, часть, которая формируется участниками образовательных отношений, это, в принципе, не новая информация, объем обязательной части без учета, объем государственной итоговой аттестации у нас составляет более 60% общего объема образовательной программы. Я говорю сейчас за магистратуру. Учебный план также предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных дисциплин. В наших программах их объем не учитывается, в общем объеме образовательной программы. И программа в основном предусматривает, конечно, изменения кадровой политики. И в кадровый состав программ входят профессора, доценты наших вузов и действующие переводчики и представители отрасли. Сейчас это неотъемливая часть подготовки переводчиков. На экране вы видите, что на самом деле мы уже сейчас внедрились в те современные условия и сотрудничаем активно с Ассоциацией преподавателей перевода. В рамках сотрудничества проводим деловые игры. Перевод объединяет профессионала, в частности, профессиональная деловая игра-симулятор рынка переводческих слов для студентов-старшеклассников, которые планируют поступать на переводческие отделения вузов. Во время игры участники проходят разные станции, выполняя задания, требующие знания, умения, необходимые любому переводчику для успешного трудоустройства и карьерного роста. Это могут быть собеседования, выполнение тестовых заданий, решение терминологических задач, управление проектами и так далее. Члены жюри и разработчики отдельных игровых станций, это представители отрасли, сотрудники переводческих компаний, отделов переводческих компаний, разработчики решений для отрасли, опытные фрилансеры. На самом деле нам счастливилось. Мы находимся далеко от Санкт-Петербурга, в Сибири. Вот в Томске, в Новосибирске, слава богу, такие игры проводятся. Мы также разрабатываем свои продукты. Я не выделила это отдельно на слайд, но наша продукция пользуется особой популярностью. У нас есть курс на разработанный Томским государственным университетом. В частности, я была руководителем этого проекта. Этот курс, онлайн-курс, массовый онлайн-курс, размещен на платформе Stepik. Называется «Практика устного и письменного перевода». И этот курс уже завершили более 7 тысяч студентов. Можно следующий слайд, пожалуйста. Сегодня хотелось бы уделить внимание такому понятию, как конвергентный подход подготовки переводчиков. Одним из главных разработчиков и признанных авторов концепции конвергенции является Михаил Валентинович Ковальчук. И он полагает, что будущее связано прежде всего с преодолением традиционно сложившихся в сознании человека и научной культуре дисциплинарных границ. Сегодня обучение объективно меняется. Мы работаем с большими потоками информации. Эти потоки информации уже превысили количество экспертов, специалистов, которые способны их систематизировать. И происходит некоторое смещение акцентов от teacher-centric, cloning-centric обучения. Соответственно, проектировать необходимо другую реальность обучения. Следующий слайд. Таким образом, основная задача процесса обучения – это, конечно, синхронизация. Синхронизация его контентной формы. Соответственно, конвергентный подход не может существовать вне двух условий. Первое условие – это, конечно, межпредметность. Второе условие – это метапредметность. Межпредметность или междисциплинарность – есть объединение различных предметных областей знания на базе единого мировоззренческого или методологического принципа. Возможность установления межпредметных связей является обязательным условием движения в сторону конвергенции. Ну и метапредметность – это, конечно, выявление общих методологических правил, в соответствии с которыми формируется, передается, используется любое культурно значимое содержание, ну, например, в рамках каких-то универсальных учебных действий. И в этом смысле метапредметный уровень также становится необходимой ступенью в проявлении собственного конвергентного характера образовательной деятельности. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот здесь вы видите, я обозначила четыре основных дисциплины, которые связаны между собой в практическом плане. У нас таких дисциплин, конечно, блоков достаточно много. Это дисциплины, которые охватывают обучение устному переводу и дисциплины, которые охватывают практику перевода письменного. Соответственно, здесь выделяются четыре дисциплины, которые между собой могут быть очень связаны. Начинаем мы с обучения иностранным языкам. Языкам, конечно, здесь сделаю такую небольшую ремарку. Мы отличаемся от высшей школы перевода, да, где не нужно студентов доучивать, да, до какого-то уровня владения иностранным языком. Они сразу начинают включаться в профессиональную деятельность. Так вот, для вуза это не характерно, да, для, например, магистратуры. В магистратуру поступают разные студенты после бакалавриата, имея различное образование. И нам приходится, конечно, вот эту лакуну заполнять и, собственно, наращивать уровень владения иностранным языком, а потом уже переходите к переводческим аспектам. Соответственно, в этом случае нашей задачей, опять-таки, является совмещение наших предметов. И все, что мы запускаем на практике речи, потом внедряются уже и в процессы обучения другим дисциплинам. Вы видите, это и практика основопоследовательного синхронного перевода, это перевод текстов конференции, и это этика переводческой деятельности, которая является, собственно, сквозной, да, на абсолютно всех этих уровнях. Следующий, будьте добры, слайд. Да, и вот таким образом мы с вами подходим к тому, что конвергентный подход может включать несколько видов, скажем так, обучения, да. Это может быть цикличное, да, это может быть модульное обучение, это может быть профессионально ориентированное обучение. И вот на этих четырех аспектах я хотела бы остановиться подробнее. Следующий слайд, будьте добры. Да, конечно, все дисциплины, которые здесь обозначены в серединке, да, начинаются, мы запускаем в магистратуре, например, мы запускаем сначала практику речи, и с практики речи выходим уже на устный перевод и на синхронный перевод. Собственно, вот эта цикличность, она сразу демонстрируется, она уже здесь есть, то есть некоторые профессиональные моменты, тематика, да, определяется, прежде всего, та, которая актуальна сегодня. И то, что мы, о чем мы говорим на практике речи, конечно, все потом получает отклик в тех дисциплинах, которые идут далее. Итак, если остановиться отдельно на каждом из видов обучения, то, например, первой модульной, да, модуле дисциплин, на данном этапе каждой теме уделяется максимум внимания. Мы можем переключаться с предмета на предмет, мы можем переключаться с предметной области на, с одной предметной области на другую предметную область. Материал мы предоставляем постепенно, он изучается от простого к сложному в рамках тем. Происходит индивидуализация обучения, учет потребности обучающихся, и, соответственно, выделяем здесь равномерное распределение учебной нагрузки. Также студент в рамках модуля, например, может обучаться онлайн, что немаловажно сейчас. Цикличность – это второй момент любого вида обучения, и учебный процесс здесь строится по циклам. Начало одного этапа учебного процесса является следствием предыдущего, его завершения причина возникновения следующего. То есть, этот результат называется микрорезультатом. В учебном процессе по ходу усвоения учебного материала, накопления опыта учебно-познавательной деятельности происходит переход от количественных изменений в составе содержания учебной дисциплины к ее качественному преобразованию. Переход от количественного накопления знаний к качественному преобразованию, состоянии готовности студента решать образовательные задачи на новом уровне сложности, в новых ситуациях. То есть это и есть цикличное обучение. Между циклами существуют определенные взаимные интервалы. Движение от одного интервала к другому – это своеобразный скачок обучения. И это новое состояние у студента как субъекта обучения и как личности в целом. Результаты отдельных циклов – это микрорезультат обучения, те качественные изменения, которые происходят у студента. Отдельно хотелось бы сказать о тандем-методе. Тандем-метод – это способ овладения обучения в преподавании или преподавание, основанное на партнерстве участников образовательного процесса, которыми могут выступать обучающиеся. Здесь мы можем выделить разные тандемные варианты. Мне очень импонирует вариант, когда у нас присутствуют студенты иностранных государств, других иностранных государств. В настоящее время у нас обучаются студенты из Нигерии, студентка из Индонезии, студент из Китая, были студенты из Италии, Великобритании даже. В общем, очень занимательно проходят такие занятия в тандемном плане. Это могут быть тандемные варианты, когда работают несколько преподавателей и конвергентный подход к обучению здесь прямо реализуется. Например, ту же дисциплину, которую я здесь отметила, этика переводческой деятельности, мы с коллегой совместно решали, какие студенты будут рассматривать кейсы, потому что встречаемость проблем переводчиков, особенно устных, мы обсуждаем на занятиях по устному, последовательному и синхронному переводу. Ну, соответственно, вот здесь синхронизация точно происходит. Естественно, сейчас происходит переосмысление тех методов, которые можно применять при обучении наших студентов. И вот тандемметод я бы, наверное, выделила как один из ведущих. Ну и профориентационный метод, без него никак мы уходим в данном случае уже в практику. И, соответственно, если мы, например, на практике речи поговорили о том, как производят шоколад, а на занятии по устному, последовательному и синхронному переводу увидели, как работает, например, производство по изготовлению шоколада, составили хороший профессиональный глоссарий к этим заданиям. И, соответственно, потом уже внедрили это в практику и пошли, попереводили, договорились с изготовителями шоколада у нас в Томске и пошли поработали. Если для нас провели, например, экскурсию, это будет уже результат, потому что ребята понимают, и я неоднократно говорю о том, что знание технологических процессов – это очень важно, потому что сейчас востребовано все это, и последние, допустим, заказы на переводы к нам поступали именно от предприятий, которые привозят новую аппаратуру, нужно о ней рассказать. Да, вот мы уходим от совершенно таких простеньких задач к более сложным мероприятиям. У нас есть волонтерская работа, да, и ребята участвуют в волонтерских проектах, сейчас их намного меньше, но, однако, они есть. Ребята работают волонтерами с иностранными студентами, которые к нам приезжают, и, соответственно, на первом этапе им нужна помощь. Ну, и все это практическое применение, все эти результаты нашей работы, конечно, они потом уходят в производственную практику, где наш студент показывает неплохие результаты. В общем, у меня, наверное, все. Спасибо за внимание. Большое спасибо за интересное сообщение у присутствующих вопросов. Я хотела спросить по поводу этих переводческой деятельности. У вас отдельный курс читается? Или это как-то в корабле? Нет, на магистратуре есть отдельный курс, и у нас в специалитете есть отдельный курс по этике переводческой деятельности. Он небольшой, но он есть. И вот как раз здесь мы прорабатываем более тщательно различные кейсы. На практике по устному переводу и устно-последовательному и синхронному мы также отрабатываем кейсы. Но здесь уже, собственно, кейс получается из самого занятия, потому что мы учим студентов, как правильно себя держать на публике. Мы учим студентов, как избегать каких-то конфликтных ситуаций, как представляться. Это все уже сейчас. Например, я запустила в этом году практику речи, и я понимаю, что студенты не готовы, не готовы сейчас решать профессиональные задачи. Их нужно этому обучить. И начинаем уже с 1 сентября. Вы будущие переводчики. Давайте мы будем решать, например, задачи. Сейчас знакомство, самопрезентация. Давайте вы представитесь клиенту, для которого вы сейчас будете работать. Соответственно, ребята погружаются сразу в атмосферу. Без этого никак. Спасибо. У меня тоже появился вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем курсе производственная практика? И как вы решаете этот вопрос? И кто руководит производственной практикой на производстве? Спасибо большое. На производстве, производственной практикой руководят специалисты, работающие в переводческих компаниях. Я очень много времени уделила этому аспекту. И своих студентов агитировала очень долго, поначалу, для того, чтобы они все-таки уходили с рынка переводческих, с локального рынка переводческих компаний. Собственно, у нас есть свои компании, но было какое-то время, когда они неохотно брали наших студентов. Собственно, никто не хотел возиться. Почему? Потому что наша практика, учебный план составлен таким образом, что практику проходят ребята в декабре. Понятно, что заканчивается фискальный год, и необходимо подводить итоги. Никто не хотел наших студентов как-то организовывать на практику. Ну, в общем-то, мы пришли к консенсусу, нашли другие компании в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске. С нами сотрудничают компании уже много лет. Поэтому мы благодарны этим профессиональным сообществам. И, собственно, наши студенты сейчас абсолютно все попадают на практику в переводческих компаниях. И в RuFilms, если они хотят, они попадают. Они выполняют тестовые задания, через тестовые задания все проходят. Получается, практика в дистанционном формате у нас проходит? Практика у нас проходит в дистанционном формате. Да, в большинстве случаев сейчас это так. Спасибо большое. Еще появились вопросы у коллег? Большое спасибо. Спасибо большое. Приглашаем следующего докладчика Марка Станиславовича Великого с докладом «Появление и развитие межславянского языка». Это наш будущий дипломник. Я запутался. У меня все хорошо. Да? Подождать? Сейчас. Да, да, да. Я не вижу. Я слепую. Опа. Опа. Так. Кнопочку нажми. Я вас убью всех. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Меня зовут Великий Марк Станиславович. Я студент пятого курса в университетах. Мы готовы войны. Тема моего сегодняшнего выступления – это «Появление и развитие межславянского языка». Значит, содержание моего доклада будет состоять из четырех пунктов. Первый пункт – это «Понятие межславянского языка». Второй – ученые и деятели, которые создавали и развивали этот межславянский язык. Третий пункт – это «Сфера применения межславянского языка». Четвертый пункт – это «Развитие межславянского языка в современное время». Значит, прежде всего хотелось бы сказать то, что в мире существует свыше сотни языков. Да только в России существует свыше 80 народов, которые говорят на своих собственных языках. Тем не менее, у всех этих народов общим объединяющим является русский язык. Если же смотреть на глобальном уровне, таким языком может, помимо английского, стать и межславянский язык. Значит, главное отличие межславянского языка – это то, что это искусственно созданный язык. Он основан на общей славянском языке. И он призван служить средством уникации между славянскими народами, несмотря на различия от лыбок разных языков. Межславянский язык считается предком многих современных славянских языков, допустим, как русский, украинский, фольский и друзький. Но он в себе включает фонетические, грамматические, лексические особенности других славянских языков для создания более понятного, удобного средства общения между относительно различных славянских языков. Значит, цель создания межславянского языка, прежде всего, заключается в том, чтобы облегчить общение и расширить культурный обмен и укрепить связи между представительными различиями славянских народов и акциями. Он также может использовать различные сферы, например, как литературу, рекоммуникацию, живую между людьми и интернете, образование, туризм и т.д. Следует отметить, что межславянский язык пока что не является официальным языком какого-либо государства или же международной организации. Он пока что остается на хавитом стадии проекта о видении славянских языков, которые продолжают развиваться и по сей день. В славянском языке существует три вида алфавита. Это кириллица, латиница и ваголица. Кириллица используется в основном в странах СНД, а также в некоторых странах Большой Югославии. Латиница используется, также частично в странах Большой Югославии и в западнославянских странах. Например, это Польша, Чехия, Словакия. Ваголица – это же древний славянский алфавит, который сейчас же используется в некоторых символических и культурных работах и контекстах. Но она была очень широко распространена в стадии славянских текстах и некоторых древних саданских языках. Межславянский язык заинтересовал и занял внимание ряда исследований и энтузиастов в области славянской английской. Важно отметить, что изучение и развитие межславянского языка является открытым проектом. У него применяют участие многочисленные люди в рамках сети разработчиков, писателей, переводчиков. Например, прародителем нынешнего межславянского языка является Юрий Грежаевич, «Хорватский богослов, который жил в Царской России в 17 веке и в 1665 году, создав произведение «Грамматическое сострание на русском языке», которое представилось в его предложении реформы русского языка, которая в той или иной мере была пройдена лишь через 260 лет. Особенность заключается в том, что он предложил объединение русского языка, церковно-славянского и серво-хорватского языка. Далее в его работе идею продолжал уже Вацлав Игла, это чешский писатель Эквиз, который активно распространял межславянский язык через свои работы. И Андрей Рич, это уже современник, приложивший проект славянской цели, в котором заключается в создании простого языка общения междуносительно различиями славянских языков с минимальным или с его полным отсутствием понимания или изучения межславянской языка. Также, если говорить за российским ученым и деятелем, то прежде всего следует отметить Ивана Спекунского. Он разработал грамматику и слова межславянского языка, которые активно используют в ВСИДе. Также он до сих пор активно занимается изучением и разработкой. Игорь Полевой, это сотрудник Ивана Спекунского, это также российский лингвист, язык и редкий переводчик. Он разрабатывает также межславянский язык, а также занимается активной популяризацией через свои книги «Публичные лица». И Олег Надьков, это российский лингвист, который изучает также вместе с Тигером Полевой, ВСИДе, межславянский язык. Он активно привлекается к созданию грамматики, словарей и других ресурсов языка, и популяризирует тоже через интернет-ресурсы. Развитие межславянского языка происходит через несколько этапов. Хотя эти этапы могут незначительно отличаться от разных подходов и разработчиков, но в принципе можно выделить пять этапов. Первый этап – это этап концепции планирования. На этом этапе осуществляется определение основных целей и принципов создания межславянского языка. Также формулируется основной структурный лексический принцип. Второй этап – это этап разработки грамматики. На этом этапе разрабатывается грамматика межславянского языка, которая включает себя фонетические, мыкологические и синтетиксические правила. Разработчики сосредотачиваются на создании системы, которая будет учитывать характеристики различных славянских языков, и при всем этом будет облегчать коммуникацию между ним. Следующий этап – это этап разработки словаря. На этом этапе создается лексический ресурс межславянского языка, который включает новые слова и выражения, а также использует взаимствование изразличия słавянских языков. Следующим этапом будет этап испытаний и применения. На этом этапе международный язык тестируется на практике, исследуется его эффективность и практическая применимость в различных сферах, таких как образования, коммуникации, культуры. Разработчики собирают обратную связь и вносят корректировки основного опыта и реакции позитива. И последним этапом является этап развития и совершенствия. Международный язык постоянно развивается и совершенствуется на основе обратных связей, новых исследований, разработок и улучшений и остальных разработок. На этом этапе проводятся создания и еще и следующая работа над улучшением грамматики, словарей и стилей языка. Межславянский язык обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для различных групп пользователей. Допустим, первым преимуществом является улучшение связи между славянским народом. Межславянский язык может служить средством коммуникации, усиление связи между говорящими на различных славянских языках. Он помогает преодолевать языковые барьеры, обмечать взаимопонимание, укрепляя культурно-исторические связи между славянскими народами. Следующим преимуществом будет это облегчение обучения. Межславянский язык построен на общих основах славянских языков, что делает его относительно знаком для говорящих на других славянских языках. Изучение межславянского языка может быть более эффективным и быстрым, чем изучение полностью нового языка. Третьим пунктом является универсальный доступ. Межславянский язык может быть вычисляет доступ к информации, образованию и другим ресурсам славянской культуры. Он может быть использован в различных сферах, таких как литература, переводы, интернет, коммуникации и так далее. Следующим пунктом является расширение культурного обмена. Межславянский язык может способствовать более широкому культурному обмену между славянскими народами. Он открывает возможность для лучшего понимания литературы, искусства, кино и другие культуры, улучшая межкультурное общение. Этот пункт является создание новых возможностей. Межславянский язык создает новые возможности простора для разработки литературы, музыки, фильмов и иных творческих произведений. Он открывает пункт для новых творческих выражений в коллаборации между славянскими авторами художеств. И шестой последний пункт – это изучение скотств и различий славянских языков. Межславянский язык, как таково, может дать ответ на то, как развались и изменялись славянские языки в течение времени, что имеется в общем и в принципе разуме славянской группы языков. Важно отметить, что межславянский язык все еще развивается и находится в процессе эксперимента и дальнейших исследований. Преимущество межславянского языка – значительность их не зависит от скепления принятий и реализации различных говорящих предметов о славянских языках. Значит, переходя к сферам применения межславянского языка, ну, естественно, и понятное, как уникасно относительно других славянских языков, как я уже говорил ранее, это может быть общение как живым, так и посредством различных интернет-корб, интернет-ресурсов. Вторым пунктом является интересы межславянских культурных. Межславянский язык может быть полезен для понимания изучения литературы, истории, музыки и других аспектов межславянской культуры. Он может служить средством для чтения текстов и произведения искусства на различных славянских языках. Третий, но не последний пункт – это путешествие и туризм, условия межславянского туризма, где туристы приезжают и в различных славянских странах. Межславянский язык может использовать средство общения и понимания друг друга в различных ситуациях, как, допустим, заказ гостиницы, посещение местных достопримечательностей или общение с местными жителями. Следует отметить то, что использование межславянского языка в последней жизни зависит от узнаваемости дальнейшего принятия говорящего на славянских языках. Пока что язык еще находится в развитии, его использование ограничено и зависит от личных и коммуникационных потребностей отдельных людей. Возвращаясь к теме примеров, следует отметить, что межславянский язык становится все популярнее, причем рост популярности можно заметить среди молодежи и людей не очень в категории. Это все благодаря сети интернет и различным платформам, таких как YouTube и Discord. Например, на платформе YouTube популярный канал «Мемос», где человек, помимо того, что занимается созданием песен на межславянском языке, также можно себе иметь курс видеоуроков по обучению межславянскому языку. Впрочем, мы не единственное, что занимается созданием курса видеоуроков по обучению межславянскому языку. Существует очень большое количество людей, которым этим занимаются, и количество увеличивается с каждым годом. За включением своего выступления я бы хотел сказать, что язык с нынешними технологиями связи начал активно развиваться и обретать популярность. Это единственный язык в мире, который не нужно целиком и полностью изучать для его понимания. И все-таки я смеюсь предположить, что в скором будущем этот язык умело можно будет назвать вторым, международным языком, международным языком и друг народом. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Есть вопросы? Есть. Эсперанто? Эсперанто, да, он также является искусственным языком, но здесь… Межславянский язык является одним из искусственных языков, и он может иметь практическое значение. Здесь ключевое слово «может», а может и нет. Эсперанто так и не стал языком межевропейским вообще. Ну, межславян… Почему вот так оптимистично вы заявляете, что межславянский бурно будет разбиваться? На чем основаны вот такие предположения? Межславянский язык, вот как я уже говорил, благодаря развитию интернета, благодаря развитию общества, межславянский язык в принципе может стать одним из международных языков для славяноязычных групп народов. И у него его гораздо легче изучать, чем тот же, допустим, английский или английский. Потому что у человека, ну, у славяноязычного человека уже будет определенный фундамент пить для русского языка или любого другого, смотря в какой славяноязычный стране он находится. И здесь с этим гораздо легче будет выучить мирславянский язык. Мотивация должна быть. Как это застроить? А мотивация, вот, допустим, когда вы изучаете определенный язык, неважно какой, перед вами будет открываться гораздо более широкий круг ваших интересов, ну, контент, интерес которого будет вам интересным. Также межславянский язык гораздо сильнее позволит вам обеспечить коммуникацию между теми или иными людьми, начиная с общения между друзьями, заканчивая общение на научной и сферах. То есть, на межславянском языке вы можете спокойно проводить. Это все зависит от темпов развития, темпов принятия языка. Мне бы очень... В значительной степени развитие зависит от популярности, в принципе, славянских стран, их экономики, их политики и всего прочего. Пока на язык показ не найдет. Ну, это не только, наверное, одна единственная из причин, по которой искусственные языки не могут существовать, да, и... Ну, являются такими мертвыми, да. Это потому что нет культуры общей, которая объединяет эти языки, а без взаимосвязей языка и культуры... Взаимосвязь будет, то вот... Мы не можем ее искусственно сформировать. Просто чем дальше идет разрыв между Восточной Европой и Западной Европой, тем больше идет разрыв культур. Ну, это на мой взгляд... Ну, это на мой взгляд... Некоторые объединения вот этих культур Западной и Восточной Европы, Восточных славянских народов, да, естественно, различия имеются, они местами кардинальны, но, тем не менее, этот язык будет учитывать все различия, схожести наших культур, всю историю тех или иных славянских стран, пути их развития, они для каждого свои, естественно, на межславянской будет именно этим ориентирован. Чтобы как можно ближе, как можно было всем понятнее и доступнее этот язык. Если никто не захочет, Макс, признавайтесь, застань. Большое спасибо за ваше сообщение и умение держать слово и отвечать на вопросы, потому что ваш доклад вызвал бурную дискуссию. И теперь мы приглашаем для следующего доклада Сивкову Юлию Александровну по теме аннотация каквоязычной научной статьи «История возникновения». Спасибо. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Сивкова Юлия. Я ученица студентка 4-го класса и сегодня я бы хотела представить нашу работу под названием «Анотация каквоязычной научной статье «История возникновения». В современной издательской практике аннотация является одним из необходимых и ключевых элементов научной статьи. Публикационная активность каждого автора напрямую зависит от качества составленной им аннотации. И от аннотации понимается краткое, точное описание содержания документа без добавления интерпретации или оценочности, а также без указания автора. Она выполняет две основные функции. Во-первых, дает представление о содержании статьи в целом, чтобы читатель на начальном этапе смог понимать, пусть ли ему интересно ее прочесть, саму статью. А во-вторых, она служит основой для обработки информации из поисковой системы и базовых данных. Обе эти функции находят отражение в международном стандарте, о котором я расскажу чуть позже. И обе свидетельствуют о том, что аннотацией является визитной карточкой как автора или коллектива авторов, так и самого документа. Вторая функция особенно актуальна, так как иммуникация с потопой научной литературы осуществляется конкретно благодаря аннотациям и ключевым словам. Итак, стандарт в высокую значимость аннотации признали достаточно давно, поскольку уже в 1970-е годы был создан международный стандарт International Standardization Organization 214-1976, Documentation Actures for Education and Documentation, рекомендирующий параметры данного текста. В соответствии со стандартом аннотации бывают трех видов. Первая информативная, которая наиболее плотно описывает качественные и количественные параметры аннотируемого текста. Описательная, характеризующая тип документа и основные его темы. И информативно-описательная. В стандарте также отмечено, что необходимо различать родственные международные издательские практики понятия, такие как abstract, annotation, extract и summary. Annotation — это краткий комментарий или выяснение, обычно помещаемый на обороте титульного листа после библиографического описания. Extract — это репрезентативная выборка фрагментов документа. Summary — это краткое изложение или резюме документа, которое находится в конце текста и предназначено для подведения итогов. В стандарте подчеркивается, что не следует смешивать abstract и summary, поскольку у них разные функции. Резюме подводит итог прочитанному, высвечивая наиболее значимое положение работы, в то время как abstract предваряет прочтение логового документа. Кроме того, они не должны повторять друг друга. На тему аннотации существует много трудов, но история ее возникновения именно в англоязычной научной статье остается малой. Поэтому непосредственная цель нашего исследования является установить примерный исторический блюд введение аннотации в практическую публикацию научных текстов, рассмотреть этапы ее формирования и становления на материале журнала Proceedings of the World Society A, издающийся в Великобритании с 1832 года по настоящее время. Данное издание было выполнено для анализа ввиду того, что оно имеет давнюю историю и выпускается Королевским научным обществом, которое в свою очередь является ведущим научным обществом Великобритании и одним из старейших в мире. Обратимся к истории аннотации. В конце 18-го века Королевское научное общество использовало термин Экшер для описания краткого произложения статьи, которые секретарь занесла в протокол после выступления на собрании. Таким образом, аннотация была написана третьей стороной и должна была заменять полный текст статьи, а не появляться реальности, как это сейчас в виде. Первое явное свидетельство того, что Экшер стали авторскими, относится к 1892 году. В 1905 году журнал «Проселикс» был перезапущен как независимый, а точнее как два независимых журнала. Два издания «Проселикс ДВИ», основу которого составляли статьи по биологическим наукам, и «Проселикс Эй», в основе которого лежат исследования химических, физических и инженерных наук. После этого аннотация ненадолго появилась в роде Евставе, хотя эта практика прекратилась на время Второй мировой войны. Впоследствии общество начало публиковать авторскими начальниками статьи. Материал был исследован в диафроническом аспекте, и опираясь на основные веки истории аннотации и журнала, были выбраны некоторые временные точки. Это 1832, 1892, 1905, 1939, 1945 и 1976 год, отражающий этап восстановления статьи аннотации. Внутри каждого периода материал рассматривался шагом 10 лет, при необходимости 5 меньше, если выделялись какие-то изменения. И статьи были одобрены методом сплошной выборки. И переходим к возникновению аннотации, это 1832 год. Исследованный журнал назывался «Abstracts of the papers printed in the philosophical transactions of the Rose Society of London». И как было отмечено ранее, печатал аннотации полных работ, публиковавшихся в другом издании, то есть в philosophical transactions. Важно напомнить, что «Abstracts» составляли секретарию, поэтому информация излагалась в третьем лице, и часто использовались author, какое-то имя автора или хим. Аннотации могли иметь совершенно разный характер, размер, вид и наполнение. Рассматриваемые примеры содержали от одного до большого абзаца, что встречалось намного реже, до почти 5 страниц текста. В первом случае аннотации можно отнести к описателям ввиду их размера и отсутствия подробного описания результатов. Вот вы можете примеры внести на слайде. Экземпляры, замедливающие примерно половину страницы, от половины страницы до целой страницы, и показывающие ход исследования от цели до результатов, тикотеют к информативному типу. Аннотации большего размера, как я раньше думала в этой странице, можно назвать реферативными, так как они не только перечисляют основные вопросы в статье, но и раскрывают их. В 1892 году, помимо Abstracts, журнал начал публиковать полноценные статьи. Важно отметить, что без аннотации, в общем-то. Также появились авторские аннотации, что мы можем заметить по использованию вместоимения We. Аннотации по-прежнему имеют разнообразный размер, и многие запоминают реферат или полноценную работу. Основная часть экземпляров занимает большую страницу, и по этому, и по их содержанию, опять же, по полноценному описанию работы можно сделать глупо, что они являются информативными. Аннотации меньшего размера описывают не все исследования, а какую-то его часть. Некоторые экземпляры также содержали таблицы и прочие графические инфляции, например, с конечом аннотации. Дальше, установление аннотации. С 1905 по 1920 года некоторые выпуски журнала были заполнены исключительно статьями, а в каких-то также появлялись отдельные аннотации. В 1922 и 1923 году появляется одна последняя аннотация, и далее экстракты выпускались эпизодически, случайно. В 1929 и 1930 году в начале статей появилась одна из самых. В 1929 году, хоть оно и находилось не в конце текста, оно все-таки больше напоминало резюме, так как в нем одним предложением описывалась суть исследования, а дальше проводились итоги и выводы. В 1930 году оно больше уже походило на аннотацию, как по объему, так и по наполнению. Описывалось код исследования, предваряя чтение самой работы. До 1940 года экстракты перед научной статьей отсутствуют, их публикуют отдельно в изданиях. И с июля этого же года уже отметили, что почти все статьи имеют в начале аннотацию, подобную современную. То есть написанную более мелким шрифтом и плотнее, чем текст самой научной работы. По характеру присутствует в основном информативный тип, где описываются суть исследования, материалы, подробная методика и результаты. Аннотации небольшого размера, содержание больше похоже на самые, освещающие основные находки работы, но не раскрывающие. Вот, с примером можете ознакомиться на слайде сверху. И также встречались примеры описательного вида. Интересно отметить, что экстракты могли содержать формулы. Вот, например, скриншот из одной из аннотаций, и формулы была условно половина объема аннотаций. Далее, внедрение аннотаций. Переходя к 1977 году, мы можем увидеть влияние принятого международного стандарта. Во-первых, есть четкое понимание, что перед нами abstract, а не summary. Превалирует информативный тип, появляются фразы, такие как, например, this paper attempts. Аннотация приближается к своему современному виду. Внутри нее прослеживается структура самой работы. И, переходим к нашему времени, в данный момент на сайте издательства, в разделе рекомендаций для авторов, мы можем ознакомиться с требованиями аннотаций. Объем должен составлять не более 200 слов и не должен содержать ссылок и необъяснимых сокращений. Аннотация должна быть краткой и информативной. Хорошо считаться как отдельное произведение. Следует в общей чертах сложить основные положения статьи, а также результаты вывода. Таким образом, формат в целом остается свободным и строгих примечений. В основном, современная аннотация составляется по следующей схеме. Вначале вводные фразы по теме исследования и общее представление о нем, описание методов и данных, и в конце результаты их трактовка и направление будущей работы. Подводя, приходя к выводам. Исследовав с момента появления, мы можем сделать вывод, что в журнале «Перселинс Овервелл Сайти Эй» могут встречаться аннотации разного характера. Однако, с начала публикации данного издания, то есть 19 века, на сегодняшний день превалирует информативный тип. Это можно объяснить спецификой журнала. Во-первых, для технических наук важны очень часто количественные и качественные параметры. Во-вторых, учитывая тот факт, что издание изначально печатало только аннотации к статьям, было важно не просто поверхностно описать работу, а дать основательную и понятную характеристику, содержательному аспекту. И также, изучив историю аннотации с момента начала публикации по сегодняшний день, мы поделили этапы ее установления. Первый этап с 1832 года по 1891 год – это неавторские аннотации, существующие отдельно от научной статьи. А второй с 1892 года по 1923 год – это уже авторские аннотации, но издающиеся также отдельно. Третий этап – предпосылки проверения аннотаций и ее ранние формы к началу научной статьи. 1924 год по 1939. Четвертый этап – появление и закрепление аннотаций в начале текста работы. Это с 1940 года по 1976. И последний этап, который длится и сейчас – это развитие и стандартизация аннотаций с 1977 года по настоящий день. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, вы рады на них ответить. Спасибо большое. Нет вопросов, да? Видимо, ваша статья была исчерпывающей, очень интересной. Большое спасибо. Здравствуйте. Приглашаем следующего докладчика в дистанционном формате. Это Ефремова Мария Павловна и Солдатихина Анастасия Александровна. Здравствуйте. Слышно ли меня? У нас еще перспективы. Я, к сожалению, упустила. Тесман, Наталья Юрьевна и Афанасьева Юлия Евгеньевна и Чунина Алина Дмитриевна из Санкт-Петербургского политехнического университета. Вы готовы? Да, здравствуйте, мы здесь. Сейчас, секундочку, я включу демонстрацию. Видно? К сожалению, нет. У нас тут на экране. Сейчас. Если вы отправите по почте, то тогда может быть нет. Я сейчас еще раз попробую немножко другим способом. Так. Вы откройте на рабочем столе. Вот. Вот так, да? Все. Хорошо. Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня зовут Юлия Афанасьева. Меня зовут Алина Чупина. И разрешите в первую очередь поблагодарить организаторов конференции за предоставленную возможность выступить сегодня с этим докладом. Вашему вниманию предоставляются результаты, полученные нами в рамках работы по теме использования современных подходов в процессе проведения экзамена по иностранному, в том числе английскому ИСГУ, как неотъемлемую часть учебного процесса. Мы являемся студентками третьего курса направления бизнес-информатика Политехнического университета Петра Великого. И на этом направлении пригодавливают специалистов в области бизнес-анализа. На протяжении всего обучения большое внимание в нашем учебном плане уделяется изучению английского языка. Осознавая всю важность этой дисциплины для любой профессии в современном мире, нам стало интересно не просто изучить современные подходы к обучению иностранным языкам, в частности английскому, а применить свои знания профильных предметов нашего направления в целях выявления возможных путей применения таких подходов. И начнем мы свой доказ с представления объекта и предмета нашего исследования, а на все вопросы, которые могут у вас возникнуть, мы будем рады ответить в конце нашего выступления. Нами была предпринята попытка анализа экзамена в целом и в частности по иностранному языку, как итоговые формы аттестации по учебной дисциплине с точки зрения процессов бизнес-информатики. Изучение иностранных языков в разном объеме предусмотрено в учебном плане любой специальности, а экзамен является неотъемлемой частью процесса обучения, поэтому можно сделать вывод о возможности применения к нему современных подходов к обучению. Мы приняли за гипотезу, что применение современных подходов к обучению не только позволит улучшить сам процесс проведения экзамена, но и поспособствует обучающемуся в определении его траектории изучения иностранных языков в будущем. В своей работе мы создали модель экзамена, которая проводится в нашем университете. Для создания модели нами был использован процессный подход. Процессный подход используется для анализа процесса на соответствии с стандартам качества, включая систему регулирования процесса, а также для выявления возможностей по его улучшению. Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность компании, предприятия и любого процесса сознается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система. Для анализа и исследования процесса создается его модель в определенной нотации на основе утвержденной структуры. В своем исследовании мы обратились к модели бизнес-процессов, известной как BPMN-нотация, цель которой – представить нотацию, понятную всем бизнес-пользователям. Причины нашего выбора связаны с преимуществами данной нотации, а именно с возможностью создать компактные диаграммы при условии использования большого количества различных элементов в целях наиболее полного отражения рассматриваемого процесса. Экзамен как форму итогового контроля можно представить в виде бизнес-процесса, для которого мы разработали модель, состоящую из набора элементов, анализ которых позволит, на наш взгляд, улучшить этот процесс как для преподавателя, так и для студента. Схемы в нотации BPMN обычно ориентированы слева направо, при этом любая нотация моделирования, в том числе и BPMN, подразумевает использование строго утвержденного набора символов и требований к построению модели. Так, в нотации BPMN любая схема должна содержать всегда одно начальное событие и одно или несколько конечных событий. В нашем процессе начальным событием является студент, заходящий в аудиторию, а конечным – его отправление домой. Ответственные роли в процессе определяются с помощью пулов и дорожек – прямоугольных элементов, содержащих события процесса. В нашем случае их две – студент и преподаватель, принимающий экзамен. Этапы процесса обозначены прямоугольниками, а логические операторы – то есть или исключающие, или ромбами. Документы, используемые в процессе, представлены в виде элементов вне дорожек и прикреплены к этапам процесса пунктирными линиями. В нашем случае фигурируют такие документы, как зачетная книжка студента, экзаменационный лист и ведомость оценок. И еще один тип элементов – события – круги, которые позволяют нам указывать условия и временные ограничения. Визуализация всех этапов рассматриваемого процесса дает нам возможность точного выявления тех частей, которые могут быть улучшены путем применения современных подходов к обучению. Начнем мы их рассмотрение с личностно-ориентированного подхода. В процессе анализа элементов модели экзамена по иностранному языку можно сделать предложение по улучшению данного процесса на уровне элемента события. Так, одним из принципов личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку является принцип индивидуализации. Следовательно, улучшить данный элемент можно, предложив оценивать студента непосредственно после его ответа на экзамене, а не после того, как свой ответ дали все студенты. Это поспособствует более простой индивидуализации студента и его ответа во всем потоке сдающих экзамен. Помимо этого, в целях поддержания студента в той работе, которую он провел в течение обучения английскому языку в рамках своих возможностей и профессиональных интересов, есть смысл учитывать его достижения при выставлении оценки. Кроме этого, личностно-ориентированный подход подразумевает учет умственных и психологических возможностей студента. Поэтому мы считаем, что в рамках использования данного подхода к обучению стоит использовать грамматические карточки разного уровня лексической и грамматической сложности для разных студентов. Еще одним подходом, часто применяемым на практике, является коммуникативно-деятельностный подход. Коммуникативно-деятельностный подход ориентирует на обучение общению и использовании языка с целью обмена мыслями. А коммуникативный метод обучения, идея которого наиболее последовательно реализуется в рассматриваемом подходе, определяет необходимость предметности коммуникации в процессе обучения, который выражается в тщательном отборе темы и ситуации общения, отражающую практические интересы и потребности обучаемых. В рассматриваемом процессе применение коммуникативно-деятельностного подхода к обучению было бы полезно на этапе постановки студенту дополнительного вопроса. Так, в целях развития коммуникативных способностей студента нам представляется важным вести диалог между преподавателем и студентом на тему близкого будущей профессиональной деятельности студента. Также нам, как студентам технической специальности, хотелось бы упомянуть, что в эпоху всеобщей информатизации роль информационно-коммуникационных технологий становится все более значимой. Использование информационно-коммуникационных технологий происходит вне зависимости от того, какого подхода к обучению придерживается преподаватель на своих занятиях. Анализируя элемент модели экзамена под названием «Документы» из группы «Остальные элементы», можно заметить, что для более быстрой и удобной фиксации результатов экзамена целесообразно использовать не бумажные, а электронные носители, что уже реализуются в Санкт-Петербургском партийническом университете. В целях упрощения процедуры заполнения преподавателем электронной ведомости необходимо вносить данные о допуске или недопуске того или иного студента к экзамену. Это поможет в дальнейшем четко отслеживать количество попыток сдачи дополнительной сессии у конкретного студента. Подводя итог сказанному, хочется заметить, что хотя рассматриваемый нами процесс экзамена по английскому языку в Политехническом университете Петра Великого имеет свои особенности, созданная нами модель этого процесса, конечно же переработанная под учебные планы специальностей других высших учебных заведений, может быть полезна для анализа контрольно-оценочных мероприятий, реализуемых в них, а также возможности для применения некоторых современных подходов к обучению в процессе экзамена по английскому или другому иностранному языку, выявленные нами в нашей работе, остаются актуальными. На этом мы подходим к концу нашей презентации и готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за доклад. Есть вопросы? Вопросов, видимо, нет и есть, и есть. Есть, да. Скажите, пожалуйста, это у вас пока только модель или все-таки была пробована? Модель, которую мы создали, она теоретическая, ну то есть как бы тут отражены практические действия, но она создана в теории. По сути, какие-то из этих примененных, точнее, предложенных нами применения подходов к обучению уже используются. Например, как мы упомянули, используются информационно-коммуникационные технологии, а также вот в нашем будущем экзамене, который мы будем сдавать уже совсем скоро, будут учитываться наши достижения в течение семестра, в том числе вот какие-то подготовленные нами доклады по теме и так далее. Вот. Что-то уже используется. Спасибо. А вы, как студенты, хотели бы, чтобы именно вас тестировали вот по этой модели? Ну, как мне кажется, что если за себя отвечать, Алина Чупина, я думаю, ответит за себя сама, мне, наверное, было бы интересно, особенно мне было бы интересно поучаствовать в диалоге на профессиональную тему, какую-то нашу, ну, связанную с нашей специальностью, потому что это очень важно в моей будущей профессии. Вот. Алина как думает? Я просоединяюсь к Юле, я думаю, что действительно было бы очень интересно поучаствовать в таком эксперименте, особенно если он действительно принесет какие-то результаты, которые будут полезны студентам в последующих лет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. И теперь возвращаемся к ранее объявленному докладчику Ефремовой Марии Павловне и Солдатихиной Анастасии Александровны. Будем рады вас выслушать. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Меня зовут Мария Павловна. К сожалению, я сегодня одна представляю наш совместный доклад, и в первую очередь хотелось бы поблагодарить за возможность выступить на вашей конференции. И, конечно, я очень жду ваших вопросов, ваших мнений, потому что мы стремимся совершенствоваться. Наш доклад посвящен обзору того, как устроено обучение машинному переводу в нашем ВУЗе. Вряд ли я расскажу какие-то инновационные решения, но, тем не менее, мы постарались выстроить достаточно стройную, как нам кажется, программу. В нашем ВУЗе эта дисциплина, которая называется машинный и автоматизированный перевод, реализуется на четвертом курсе. То есть это седьмой семестр последнего года обучения бакалавриата. И она органично встраивается в процесс обучения письменному переводу, который к моменту начала изучения этой дисциплины уже проводится в течение целого семестра, когда студенты обучаются навыкам именно ручного классического перевода, особенностям, понимают на своей шкуре, насколько это сложно, какие их здесь ждут подводные камни. И потому что мы полагаем, что прежде чем приступать к машинному переводу непосредственно, все-таки необходимо иметь достаточно серьезный багаж уже навыков базового перевода. Они должны научиться работать самостоятельно, осуществлять перевод самостоятельно, соблюдать дедлайны и выработать какие-то soft skills, которые, к сожалению, наверное, во всем ВУЗам есть такая сквозная проблема. Я не берусь, конечно, говорить за все, но, может быть, во многих, когда страдает именно дисциплинарная компетенция студентов, даже не языковая, а дисциплинарная. И первые трудности, с которыми мы сталкиваемся, когда начинаем обучать этой дисциплине, этому направлению, это тенденция студентов переводить пословно. То есть очень часто, о чем сегодня говорили на пленарке, они задерживаются на этапе, на плане выражения текста, не на плане его содержания. Это, конечно, приводит к кокированию, это приводит к некорректному использованию терминологии, любой другой лексики, нарушением УЗУ, задискурсивных моментов и так далее. Я думаю, что эти моменты всем хорошо знакомы. Машинный перевод сейчас неотъемлемая часть переводческого процесса, от него не уйти. И я думаю, что это огромное подспорье в жизни переводчика. Но с ним надо уметь работать. И вот здесь возникает вторая огромная трудность, с которой мы сталкиваемся. Это неумение студентов обращаться с машинным переводом, и что хуже, глубокое непонимание, зачем он нужен и что он дает. То есть машинный перевод для студентов, особенно когда они к нам попадают в наши руки, они полагают, что машинный перевод это вот такой давлеющий фактор, и дальше нам идти не стоит, он же прекрасен. Ну, в силу каких-то незнаний, в силу каких-то недостатка опыта, наверное. Но иногда у нас, конечно, студенты разные. У нас есть и очень сильные студенты, есть, конечно, и слабые. И бывали даже случаи, когда студент использует машинный перевод, когда он не может понять текст, и он его отправляет в движок, чтобы понять, о чем там вообще идет речь. Очень трудно отучить их искать терминологию не через машинные переводчики, тоже с этим мы сталкиваемся. Конечно, это частные случаи, но тем не менее. Именно поэтому мы решили вынести эту дисциплину уже в середину обучения письменному переводу. Курс машинного перевода у нас рассчитан на один семестр и включает лекционный блок и практический блок. В рамках лекционного блока мы освещаем, наверное, базовые для всех вещи. История машинного перевода, принципы работы систем машинного перевода, составление глоссария, ошибки, предредактирование, постредактирование. Потому что перед практикой зачастую требуется дать им теоретические основы, естественно, потому что иногда тяжело им усвоить сразу какие-то принципы. И на практике ориентированном блоке мы, конечно, закрепляем то, что мы им пытались объяснить. Мы рассматриваем, какие существующие передовые компании есть и так далее. И в первую очередь мы хотим познакомить студентов со всей обширностью машинного перевода, с областями его применения, отраслями, потому что зачастую они понимают, что есть Google Translate, есть Яндекс.Траслейт. Но как обходиться с полученным результатом, как правило, очень смутные представления. И, конечно, современные движки достаточно сильно выросли. И мы говорим уже о достаточно высоком качестве и гладкости получаемого транслята. И вот здесь еще одна трудность, потому что студенты зачастую сразу, естественно, ошибок не видят. И понимают, что... не понимают, вернее, что машинный перевод, получаемый транслят, не конечен. И требует дальнейшей грамотной работы с ним, и что здесь есть свои алгоритмы, свои принципы. И поэтому в рамках практического блока мы разделили обучение на несколько подблоков, которые завершаются связывными работами. В частности, мы начинаем с обучения КАТ-системам, потом мы переходим к полноценным глоссариям, потому что основы глоссария уже даны в рамках и письменного перевода, и в процессе КАТ-системы о них говорим. При редактировании и постредактировании. При работе в КАТах мы начинаем с того, что студентам представляется наиболее сложным, это Традос. И мы решили начать с него, потому что после него, как нам кажется, уже никакая другая программа не страшна, и уже освоение проходит гораздо легче. И мы начинаем с основ, с устройства, возможностей, навыков работы, какие форматы читает, как с ним обращаться, что он, чего ожидать от программы, баз памяти. То есть стандартный такой переводческий набор, такой минимум переводчика. И здесь мы тоже сталкиваемся с трудностями. И, конечно, в первую очередь это техническая трудность, потому что их пугает Традос, обилие кнопок, обилие зависимостей. Но, тем не менее, мы, мне кажется, уже который год успешно это преодолеваем. И здесь после освоения Традоса, это, как правило, сентябрь месяц, может быть, начало октября иногда затрагиваем, как получается, уже весь курс письменного перевода уходит на работу исключительно в Традосе. То есть дальше уже все, что они получили, это закрепляется на практике в рамках именно письменного перевода. Да, позвольте показать вам, да, среди других систем, которые мы берем на обучение, это SmartCat, Frase, на которой у нас есть лицензия. И здесь, конечно, уже они восторгаются отчасти простоте. Кто-то сомневается в необходимости, кто-то утверждает, что в Традосе гораздо больше функционала, ему там очень больше нравится, то есть и после Традоса уже начинается такой период воодушевления у студентов, когда они понимают, что они что-то могут в этих программах делать, и действительно у них получается что-то нормальное. Вот перед вами, например, один из примеров, из типовых заданий, которые мы предполагаем на практике. Создать проект, подключить ресурсы, то есть классарий, память переводов и так далее. И затем на основании выполнить уже перевод второго предлагаемого текста, соответственно, с постановками, с процентовкой, со штрафами. И вот здесь они уже начинают понимать, зачем им нужна память переводов. То есть до этого... А мне бы презентацию продвигать вперед, а то мы не видим задания. Так, а вот так видно? Вот сейчас написано «Создайте проект в Традос». В Традос мы видим контрольные вопросы. Ага, так, контрольные вопросы. Так, у меня слетела презентация. Давайте я перезапущу презентацию. Одну секунду. Наверное, что-то здесь по дороге у нас полетело. Одну секунду. Так. Так. С текущего кадра. Ага, а вот сейчас видно? Вот эти. Ага. Вот текущий вариант, да. Естественно, у нас ВУЗ ориентирован на экономическую тематику. И мы изучаем разного рода документы. На них очень наглядно можно студентам доказать, зачем нужна память переводов, почему ее необходимо вести качественно, почему глоссарий должен быть выверен и чист, да, что это очень сильно облегчает их собственную работу. И когда они понимают вот эти преимущества, то вот здесь первый этап, первая стадия сопротивления начинает спадать. Им становится интересно, потому что они начинают видеть практическую пользу от своей работы. Да, это тоже вариант вопросов контрольных под радосту, чтобы вы имели представление, что мы от них требуем, чтобы они понимали, как это все работает изнутри, и что совпадение, например, не просто так. И нельзя просто положить текст в программу, да, запустить его туда, и дальше все это будет работать прекрасно. Также мы в Trados помогаем им научиться составлять базы памяти переводов, потому что к этому моменту у них накоплен ряд, достаточно большой объем переводных текстов, которые они выполняли в течение предыдущих семестров или на смежных дисциплинах. И, конечно, они здесь не всегда радуются, потому что не всегда сопоставление это легко и просто, но, тем не менее, они начинают понимать, зачем им это нужно. Дальше, после глоссария, наверное, глоссарий остается одним из самых, с одной стороны, легких вопросов, если говорить об этой дисциплине, но, с другой стороны, в глоссарии мы тоже сталкиваемся с огромными сложностями, потому что мы сталкиваемся с проблемой технической, это, в первую очередь, формальное оформление глоссария, то есть, там, убрать, условно говоря, артикли, да, что тоже нам приходится дополнительно обращать внимание студентов. Они не всегда отличают терминологию от общепотребительной лексики, терминологию от лексики, которая им просто может быть незнакома. И вот такого рода, да, процессы вычищения глоссария, конечно, достаточно трудоемкие для студентов, но есть, однако, ряд студентов, которые прям действительно получают удовольствие от работы с глоссарием, от их составления, и когда они приступают потом к командной работе, да, о чем я чуть-чуть позже расскажу, то, конечно, уже здесь мы наблюдаем такой достаточно хороший уровень составления глоссария зачастую. И следующие два блока, предредактирование и постредактирование, пожалуй, вызывают наибольшие сложности как при обучении, так и при освоении этих направлений, потому что если студенты научились уже работать в КАТах, они понимают, как это действует, то здесь, получается, мы их разворачиваем обратно на машинный перевод, от которого мы их немножко отводили в течение первых двух блоков. И предредактирование, пожалуй, тоже одна из главных трудностей, это преодолеть сопротивление студентов, потому что им бывает очень часто тяжело объяснить, зачем необходим этот этап работ, когда он может применяться, на каких текстах он работает, для каких задач нам это необходимо. То есть иногда мы начинаем с очень таких забавных, неэкономических текстов, чтобы наглядно проявилась вот эта вот необходимость. Ну и потом дальше мы уходим на экономический текст, особенно те, которые типовые, и здесь уже начинается такая хорошая работа, выведение индикаторов переводимости, они начинают понимать, как это устроено, они начинают предугадывать, какие проблемы могут возникнуть с машиной, и здесь параллельно сопровождается лекционным блоком об ошибках в машинном переводе, о типовых ошибках, о классических классификациях, там, опущение, потеря и так далее, некорректный перевод, так и чисто лингвистических ошибках, которые происходят. И вот здесь возникает очередная волна интереса, потому что они начинают понимать, что они могут все-таки работать лучше, чем Google зачастую, иногда не всегда, но тем не менее. И здесь перед вами, да, вот один из задач, одна из задач на предредактирование. И вот, как, например, один из образцов, да, когда мы им даем понять, что здесь иногда происходит, да, когда текст у нас приходит не совсем корректный. Конечно, эта часть относится и к этапу распознавания и подготовки текста подкаты, то есть здесь мы хотим закрыть, как бы, две задачи, да, и этап подготовки текста подкаты, когда нам нужно поместить текст радост, но в то же время и посмотреть, как здесь работает машина. Но этот этап достаточно короткий, потому что на постредактирование, как нам представляется, следует отводить больше времени, потому что это более такое насыщенное, востребованное направление, скажем так. Современные нейросетевые переводчики достаточно хорошо справляются сейчас с задачами, то есть мы уже не говорим о тех классических ошибках, которые звучали в конце 2000-х и в начале 2010-х, когда я начинала работать со всем этим направлением. И здесь мы сталкиваемся с еще одной большой трудностью, когда студенты видят гладкость и не видят, что происходит в трансляте. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что это направление востребовано, оно необходимо. И, конечно, мы понимаем, что вряд ли мы сделаем суперпостредакторов из наших студентов, на это слишком мало времени, просто на это нужно больше практического опыта, там 2-3 года в полях, чтобы уже появилась вот эта беглость при постредактуре. Но, тем не менее, общие принципы и навыки мы стараемся им дать. И какие-то виды ошибок, какие-то там терминологии или какие-то очевидные, конечно, выделить студентам гораздо проще. Если мы говорим о более глубинных проблемах, с которыми мы сталкиваемся в трансляте, это синтаксис где-то, некорректный узус, ситуация, то здесь уже, конечно, студентам гораздо сложнее. Это то, о чем говорили и предыдущие спикеры, когда говорили о необходимости дискурсивной компетенции и экстралингвистической компетенции, когда необходимо иметь кругозор, необходимо вникнуть в ситуацию в первую очередь, а не останавливаться исключительно на плане выражения. Кроме того, вот здесь, когда мы затрагиваем области легкого и глубокого постредактирования, очень трудно бывает настроить студентов именно на разницу между этими видами постредактирования. И огромная задача, огромная проблема везде – научить правильно читать ТЗ, что от них требуется и с чего не требуется. Вот здесь, конечно, тоже огромная трудность. И постредактирование – это завершающий этап в обучении машинному переводу, своего рода отчасти творческий процесс, что нужно, какие ошибки критичны, их нужно устранять, какие ошибки некритичны, их можно пропустить для ускорения процесса. И, конечно, мы согласны с теми авторами, которые изучают активное направление постредактуры, когда необходимо, и в своих задачах мы здесь ставим первое, во-первых, научить студентов понимать специфику постредактирования и отличать его от, собственно, передвода и редактирования. Мы стремимся дать им понять, в каких сферах удобнее применять транслят, какая степень постредактирования здесь нужна, оправданно ли вообще вмешательство, как обрабатывать текст транслята в соответствии с техническим заданием, какие типовые ошибки будут на каких типах текстов, чего ожидать, какая трудоемкость. Вот такими мы видим наши задачи. И если у вас есть какие-то замечания, буду очень рада их услышать, потому что мы в первую очередь все-таки практикоориентированные и хотим, чтобы наши студенты выходили хотя бы с базовым набором компетенций, как переводчика, так и постредактора. Спасибо. Спасибо большое за доклад. И мы переходим к вопросам. Есть ли у коллег вопросы? Вот что-то есть. Вот как инструмент, скажите, пожалуйста, вы используете тракост, да? Вы покупали официальную версию? Ну, до прошлого года у нас такой проблемы не стояло, да, у нас, потому что была лицензия, у нас все было официально. Вот у нас, у меня личная лицензия, поэтому мы часто работаем через мою лицензию со студентами. Они раньше скачивали часто, демо-версии ставили. Потом после окончания обучения они делились, что, ну, вы понимаете, что у нас можно найти все в интернете. То есть, конечно, мы стараемся работать на легальном софте, и это вызывает у нас сейчас большие трудности, потому что непонятно, как из этой ситуации выходить. Фрейз у нас лицензионный, у нас стоит академическая лицензия, но одного фрейза недостаточно, потому что Trados все равно используется повсеместно, и как пока выйти из этой ситуации, мы пока для себя, к сожалению, не решили еще. Мы используем транзит, как пример, промышленный программ. А вы можете в чат написать, потому что помехи со звуком очень плохо слышно, к сожалению. У меня второй вопрос. Trados — это ведь промышленная, скажем так, система, программа. Это удобно для работы над большими переводчиками, правильно? Да. Использовать для работы со студентами. Со студентами обычно мы берем небольшие фрагменты. Ну, мы берем со студентами разные фрагменты, какие-то на глубину перевода и понимания текста, какие-то на отработку скорости и работу с памятью переводов. То есть здесь зависит от того, какую цель мы перед собой ставим. Кроме того, в завершающем семестре по письменному переводу у нас предусмотрен большой переводческий проект в командной работе, когда студенты выполняют перевод большого достаточно текста от заказчика со всеми этапами и распознавание, подготовка текста под работу в катах, и перевод, и составление глоссарей, последующая верстка этого документа, да, как финального, который пойдет к заказчику. И вот здесь, конечно, вскрываются все трудности, которые они испытывали, и поэтому Традос, ну, мы бы очень хотели дальше тоже давать им Традос на таких вот больших объемах текстов. Все равно это, как нам представляется, такой необходимый навык. Но и мы можем и делегировать работу через тот же фрейс, когда мы их назначаем менеджерами проектов друг друга, чтобы они контролировали, раздавали. То есть вот такие проекты мы тоже делаем. Традос, вы студент в Традосе не используете менеджерами проектов? В Традосе до того, какая у нас была облачная лицензия, конечно, мы использовали. Но сейчас у нас, к сожалению, такой возможности нет. Спасибо большое. Традоса, а скажите, пожалуйста, какие отрицательные стороны, негативные в Традосе? Для студентов? Для вашей работы или, например, при проведении практических занятий? Ну, лично для меня, я очень нежно люблю Традос еще со времен его возникновения, когда он был в WordBench, поэтому когда он стал таким, какой есть, для меня это просто подарок. Для студентов им сложно освоить весь, сразу ложить в голове весь функционал и принципы, алгоритмы работы в Традосе. Но надо сказать, что очень многие проникаются и начинают в нем усиленно работать. И дальше они выходят уже, кто-то уходит на практику, кто-то уходит на четвертом курсе даже работать, и они понимают, что здесь им очень нравится. Из трудностей, в первую очередь, техническая доступность в связи с текущим положением. И даже не знаю, какие еще здесь трудности. Да, вот скорее. Общие трудности для всех, да, это недостаточное владение языками, ой, общатка на слайде, извините, как, в первую очередь, русским языком. Да, надо отметить общую тенденцию. Мотивация, критическое мышление, общая эридиция, самоорганизация. То есть, в принципе, таких вот прям экстра трудностей специфических для Традоса, ну, кроме того, что студентам сложно сразу освоить алгоритмы работы, наверное, я не вижу для себя. Может быть, я чего-то не вижу. Спасибо большое. А для сравнения вы использовали или другие? Да, мы работаем в стандартные. Это Традос, SmartCAD, M-Source. С некоторыми мы брали M-A-Q еще. Но это было тоже немножко в прошлой жизни. Спасибо большое. Если докладов больше нет, вопросов больше нет, тогда мы переходим к следующему докладу. Соглашается еще одна студентка нашего университета, Варвара Дмитриевна Смарада. Со своим докладом, весьма актуальная тема. Я же правильно? Я же правильно. Я говорю M-A-Q. М-A-Q. Сейчас, одну минуточку. Добрый день, уважаемые аудитории. Меня зовут Марада Лавара Дмитриевна. Я являюсь студенткой 5-го курса по культуре ЭКОР на кафедре прикладной генетической лингвистике. И сегодня тема этого доклада «Особенность идем в политическом дискурсе на примере публичных наступлений и университетов». Я хотела бы начать с того, что в сегодняшних реальных человек пытается выделять свою личность всеми возможными способами. Это касается внешнего вида, его поведения и, конечно же, речи. Многие политики на сегодняшний день пытаются обладать аудиторией с помощью своей речи, естественно, к каждому человеку нужен свой индивидуальный подход, но зачастую политики используют именно универсальный подход в виде использования идиом в своих речах. Идиомы являются одним из языковых инструментов, которые позволяют нам вовлекаться в более глубокие и тонкие аспекты языка, и, будучи частью языка, сотворяют культурные особенности народа, взгляды на мир и отношения к различным явлениям или ситуациям. Первым ученым, который начал анализировать идиоматику как отдельную отрасль, является Шарль Бали. И следует отметить, что до настоящего времени нет четкого ограничения понятий фразеологизм и идиома. В политическом дискурсе, как я уже сказала, очень важно влияние именно на аудиторию, и поэтому политики, в частности, Эммануэль Макрон в своих выступлениях зачастую используют конкретные идиомы. Но также существуют ученые, которые подходят к изучению идиоматики и в Франции, и в России подходят примерно одинаково к этому вопросу. И первый подход – это лингвистический. Идиомы изучают как часть языковой системы с акцентом на их структуру, значение и употребление в различных контекстах. Этот подход часто связан с фразеологическим анализом и лексикографией. Второй семантический подход фокусируется на значении идиом и ассоциативных связей, которые они вызывают уносители языка. Исследователи сосредоточиваются на анализе метафорических и метанимических отношений, которые лежат в основе идиоматического значения. Третий – это когнитивный подход. Этому шагологию рассматривают использование идиома как проявление когнитивных процессов у говорящих. Анализ следует способ восприятия и обработки идиоматической информации, а также связанные с ним когнитивные механизмы. Четвертый подход контекстуальный основывается на изучении использования идиома в речи, которые включают фрагматические аспекты, социальные и культурные и контекстуальную разновидность и идиоматической речи. И пятый и последний – это корпусный подход, где исследователи используют большие собрания текстов, корпусы для выявления частной частотности употребления и конкретных контекстов идиома. Здесь представлены некоторые французские исследователи, которые занимались изучением идиома. Я собирала свой материал. Моим материалом является публичное выступление Эммануэля Макрона в период за 2015-2023 год. И здесь представлены наиболее частотные идиомы, которые он использует в своих публичных выступлениях. Например, если мы можем взять идиому «Люнион Файдафот», «Единство создает силу» или даже, как в русском эквиваленте, мы скажем, «силу единства». Эд Макрон, извиняюсь, этого идиома иммануэль Макрон употреблял в своей речи в 2018 году на открытии Парижского форума, который проходил в честь празднования «Единство Франции». В заключение своего доклада я хотела бы сказать, что на сегодняшний день политический дискурс развивается, он динамичен, в него превозносится каждый день все новое и новое, и нам, как переводчикам, очень важно изучать именно значение идиома для правильной передачи на наш русский язык. Спасибо за внимание. Будут ли у коллег вопросы? Вопросы анализа где? Отходы были перечислены? Реомы собраны, а анализ где? А анализ будет представлен в моем следующем докладе. Я отвечу за ваш вопрос. А он когда будет? Вот он, он уже в разработке. Может быть, вы еще расскажете об одной из идиом, представленных на слайде? Конечно, могу рассказать про идиомы, которые были перечислены на слайде. Например? Может, вы их просто назовете? Ну, например, есть идиомы, которые являются, идиомы, которые используют, в частности, Эммануэль Макрон. Это СЭПА-Би-Би. Эммануэль Макрон является аналогом местоимения МОА. И в какой-то непонятной ситуации Эммануэль Макрон зачастую говорит СЭПА-Би-Би. То есть, я не причастен к тому, что происходит. А как его характеризуют употребления именно таких идиомов? Эммануэль Макрон, как политик, старается быть ближе к народу. И именно, анализировав все его, ну, большинство его публичных выступлений, именно в период с 2015 по 2019 год он использовал в своих выступлениях больше всего идиом, потому что он пытался призвать аудиторию голосовать за него, и ему было очень важно, чтобы ему оказывалась поддержка от людей. То есть, его должен был понимать каждый. Идиомы направлены на то, чтобы находить отклик в сердцах людей. То есть, у вас должны быть какие-то выборы. Спасибо. Спасибо. Я вас поняла. Спасибо. Мы учтем. Из вас как-то надо вытягивать материал доклада. Ну, как-то надо готовиться получше. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. А можно, когда это не вопрос, это просто мысли, которые вы пришли, я просто возьму как предложение, наверное, принесу. Я задумала тут о чем. Есть, по-моему, на нас, у нас так исторически сложились, да, что каждый из стран не видит и свои люди, и, соответственно, на преимущество их бога. Как насчет того, что язык – это живожий язык, и, например, рассматривая современный мир, сколько сейчас языковых находок было от людей в каждой стране? То есть, как насчет современных... Нет, как раз трудность в том, что это часто бывают авторские идиомы. Конечно. И трудно найти подходящий эквивалент, и в связи с чем нужно обращаться к контексту. И нет современных словарей по переводу идиом. И особенно каждый политик часто создает новые формулы. А Макрон, как весьма эмоциональный человек, их использует достаточно часто. Да, Макс, я вам говорю, что это абсолютное авторство, оно сейчас действительно очень интересно. Ну, как бы я сама решу тем, что я люблю придумывать вот какие-то авторские, такие экскешнсы, да, вот в своей речи, как можно сказать, такие на английском. И почему бы, например, нашим английском в качестве проекта, ну, вот такой авторский заварь, с Ленин регион, да, создать при этом, ну, как бы, ну, такой федеральный проект. То есть собрать все идеи, все креативные какие-то накопки наших людей, разумеется, с дефиццией. Это просто то, что пришло сейчас у меня на ум. Почему бы нет? Это же так интересно. То есть мы живем, да, мы вот и приемлем уже такими общеизвестными, а эквивалентными мифами всех языках придуманных, у нас нет ничего нового. Хотя в реальной жизни это есть. Это, наверное, будет интересно. Да, конечно, но мы тут ограничены тоже техническими ресурсами. Это связано с тем, что мы брали за основу франкоязычные сайты. Многие из них сейчас доступ ограничен. И не все. Я не знаю, что это не так, что это не связано со созданием паралитемы. Я просто подумала. То есть у нас живой организм, они... К сожалению, современные студенты и молодежь не понимают даже исторических идиомов. И они многие уходят. И я часто сталкиваюсь с тем, что они не знают их вообще, даже не понимают. Ну, даже самые простые, там, седьмая, вот, даты киселей и так далее. Они читают любые книги. Мы живем в другом мире. А вот фраза «Россия никогда не стояла на раскорягу» — это свежая. Вы виртуар, я прошу прощения, что я не помешиваю. Нет, это очень интересно. На одном эхом человек не может собрать столько минут, а вот, что просто... И с какими трудностями связываются переводчики, да? Я просто говорю, что люди посевдиняются, потому что они попадают в такие ситуации, что просто, ну, не перевести нельзя, а довести, чтобы с той стороны было понимать, что это русская душа. Ему, конечно, очень интересно, но очень сложно. А скажите, пожалуйста, кто из нас в угловодной агареолога? Я говорю, не правда, что Галина, Галина. А то, наверное, надо еще в интеракшн, что он не знает этого, мы не знаем этого. Поэтому нам надо как-то их попросить, вы уже просите, и вы не знаете. А мы просим, что это интеракшн. Это очень спорно. Еще у французов там вибриизм, там очень много вибриизм. А мы вибрии, извините, вообще не вибриим богом. А американцы переводите, то же вибриизм, англицизм, там тоже мы просто обвалимся. Мы будем расширять компетенции переводчиков, чтобы у нас были высококлассные специалисты, чтобы они не сталкивались с такими трудностями и быстро находились с выходом из сложной коммуникативной ситуации. Безусловно, это творческие подводки. Я думаю, какую тему взять, допустим, а то можно, как говорится, оно будет интересно, оно будет думать. Вот есть известный переводчик Павла Палащенко, который я работал с Горбачевым. У него вышли два слова – монистематические слова. Я не знаю, как французы, но есть ли что-то. Муж к другу, котлеты к котлетам. Нам такой хоккей не нужен. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Но ты из-за какого-то члена мужчины не могла. Там вообще просто падаешь. Не понимаешь по-русски. А у французов, наверное, не катаешься. Это и более наступление внутреннего года. Да, очень хороший такой. Это блестяще. Просто, во-первых, я когда на него смотрю, во-первых, он выглядит как очень похож. Он так похож и так харизматичен. Он прекрасный оратор. Мы планировали, что мы тоже отведем. Красиво. Очень красиво. И поставил настоящую нынешнюю французу на место. Так, давайте на это на дискуссии. Экспериму. У нас еще доклад. Мы продолжаем французскую тему. И у нас последний докладчик. Это Колодченко Екатерина Александровна с особенностями нейминга картин французских импрессионистов. Добрый день. Меня зовут Колодченко Екатерина. Я студентка 5-го курса «Богатолубые меры». И сегодня я представлю свою работу на тему особенностями нейминга картин французских компрессионистов. Интерес компрессионизма, как одна из самых известных, изученных и популярных течений в искусстве, и прекращался в конце XIX века. Название картин является неотъемлемой частью творческого процесса художника. Один из способов создания художественного образа. К нейминга картин несет значимую смысловую нагрузку, авторский замысел, предъявляет уникальную картину мира, раскрывая в местной колонии историческую жопу. В последовании мы пытаемся определить некоторые особенности нейминга картин французских импрессионистов. Данная статья посвящена анализу артеонимов и импрессионистов. От артеонимов и след за подольской мы понимаем собственное название произведения искусства. Изучение артеонимов представляет большой интерес не только для искусствоведов, но и для переводчиков. Данный аспект позволит нам соотнести название картин с тем, что на них изображено. Сложникова в статье, посвященной семантике артеонимов, также отмечает, что артеонимы относятся к подклассу идионимов и являются именами, связанными с духовной культурой. Напомним, что сам темный импрессионизм происходит от французского слова «ampression», то есть впечатление. Критик Луи Леруа впервые использовал его в сатирической рецензиях, продвиженной в Парижском журнале, выражая свое удивление и даже презрение к новому движению. Во Франции существовало только одно место для выставки современного искусства – это салон. Основанная в XVII веке во время правления Людовика XIV, выставка была открыта в Гловарском салоне Каре. Начиная с 1747 года, салон проводился раз в два года в разных местах. К тому времени, когда будущие импрессионисты появились на художественной сцене, салон мог похвастаться 200-летней историей. Очевидно, что самые известные художники хотели выставиться в салоне, потому что это был единственный способ стать известным. И, следовательно, иметь возможность продавать картины. Самые известные художники-импрессионисты, работы которых находятся в самых знаменитых музеях мира – это Мане, Писарок, Ренуар, Сеслей, а также Сезанн и Гоген. Для художников-импрессионистов было важно изобразить природу и современную жизнь глубоко и искренне, также непосредственно. То есть, они стремились передать мимолетные впечатления. Новаторством стало то, что любой предмет не воспринимался только глазом. Цвета находились в сложном взаимодействии с оборужающей средой. Изменения освещенности и качества воздуха меняли характер цветов. Их картины создавались на пленере, но важнее всего для них было передать состояние природы и времени суток. Так, известная серия картин «Руанский собор» Плода Мане состоит из 35 картин, 28 видов самого собора в Близи, 4 общегородских плана Руана с явной доминантой собора, множеством видов, привыкающих к собору улиц и двору. Многие темы, выбранные художниками-импрессионистами, уже встречались в мире искусств, но теперь приобрели новое индивидуальное выражение. Целью отметить, что название картин напрямую зависит от жанра изобразительного искусства. Например, подбирая названия для портретов, художники чаще всего употребляли антропонимы. Названия пейзажа – антропонимы и хромонимы. А для натюрмортов – типичный флороним. Поэтому изучение названий картин изставляет без вес, в том числе для перевода. В нашем исследовании мы попытались систематизировать названия картин с учетом трудностей, с которыми может столкнуться переводчик. Эмпирическую базу данного исследования составили названия картин известных художников-импрессионистов, представленные на импозиции главного эмпетажа. Методом сплошной выборки нами были выделены 216 названий картин, представленных на постоянной выставке, посвященной импрессионизму. Представленный проведенный анализ позволяет сделать выводы, что большой процент среди жанров занимают пейзажи – 97 единиц, портреты – 79, натюрморты – 40 из 216 проанализированных работ. Статистику вы можете видеть на слайде. Подольское в словаре русской аномастической терминологии дает определение слова-аномастику, которому мы будем придерживаться в дальнейшем. Этот термин по существу включает в себя искусство давать имена и искусство их изучать. Поним – это слово или словосочетание, которое служит для выражения, выделения объекта из ряда других, его имя. Существует огромное количество различных их видов, и в тексте нашей статьи будут упомянуты некоторые из них. Проливая на ассортионимов, в пейзаже и живописи можно выделить следующие закономерности. Чаще всего в них фигурируют топонимы. Топонимы – это раздел психологии, посвященный изучению географических объектов. Один из видов понимов. Топоним – это самое название географического объекта. Классов и подклассов понимов очень много, но выделяются несколько основных, распределимых по частотности. Первый – это ассионимы, название городов. Выявлено 24 единицы. Следующий – это урбанонимы. Любые городские объекты – улицы, переулки, парки и т.д. В свою очередь урбанонимы также делятся в несколько классов. Первый – это ассортионимы, название площадей. В исследовании встретилось 4 случая употребления. Городские ассортионимы. Название городских районов, кварталов, областей и коммун. Ассортионимы. Название гор, калмов и возвышенностей. Ядронимы. Название всех отдых объектов. Например, озер, рек, океанов. Микротопонимы. Это название небольших объектов, которые известны лишь ограниченному кругу лиц, проживающих в определенной местности. И макротопонимы. Это крупные территориальные образования, например, в странах. Частотность употребления подкласса ассортионимов в названии картин вы можете увидеть на диаграме. Названия пейзажа часто используются хрононимы. Хрононим – это разряд онима. Собственное имя отрезка времени. Например, утро, сумерки, расцвет, вечер. В выборке также встречаются несколько употреблений названий цветов. В артионимах живописи чаще всего выделяются анимопортретные живописи и натюрморда, название которого используются термины, указывающие прежде всего на жанровую характеристику произведения. Всего таких примеров в данном разделе встретилось шесть. Само наименование жанра «Портрет» в выборке фигурирует десять раз из проанализированных семидесяти девятенок. Их темы. Женщина, девушка, мужчина, ребенок и другие упомянуты сорок раз. Антропонимы – это любые собственные имена, которые может иметь человек или группа лиц, в том числе их имя, отчество, фамилия. Антропонимы упомянуты одиннадцать раз. И почти каждый из них был в сопровождении статуса изображаемого персонажа. Самой маленькой при величине сюжетной группы из выделенных является натюрморт. Само название жанра на имени картин встречается дайвинг. Название каждой работы в жанре натюрморт присутствует ключевые элементы изображаемого. В первую очередь это цветы. Шумбас в своей работе в акционировании флористической лексики и фразеологии в английском языке рассматривает флоронимы как наименование деревьев, кустов, трав, цветов и так далее. В нашем исследовании из сорока представленных бетюрморков в девятнадцати встречались названия цветов и плодов. Такие названия содержат в себе прямой или метафорический смысл флоронима. Например, цветы из жасмина и розы, картинь алюстренуар, розы из жасмина в бельской вазе, содержат не только прямое значение, но и ассоциативное. Без визуальной поддержки человек может предположить, какое именно подсветок цветов изображен. В двадцати работах встретились названия столовой утвари, такие как вазы, скатерти, столовые приборы. В результате нашего исследования были сделаны следующие выводы. В зависимости от жанра художественного произведения преобладают разные способы называния картин. По статистическим данным нашего исследования в названиях датюрмортов чаще всего включаются флоронимы. Название виза или топонимы, а портреты в большинстве случаев содержат в своих названиях принадлежность к определенному полу, молододеятельности, возрастной категории. Выявление, анализ и классификация таких особенностей может помочь переводчику в выборе вспомогательных материалов для работы с каталогами выставок, журналами, журнальными и газетными изданиями. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Участники конференции, если у вас вопросы, на каком материале вы делали, французского языка или русского? Материал русского языка. Французский инфекционист. В моей следующей работе будут представлены и сравнения французских, русских и английских названий этих работ. Трудности перевода. Следующая тема нашего исследования – это трудности перевода артионимов. Я не могу разознательно воспринимать французских компрессионистов в переводе на русский язык. А лингвистические выводы о таком немах, хроном немах и прочих понемах именно в оригинале. Это противоречие. Мы специально рассчитывали на аудиторию слушателей, так как здесь больше, а тут никто ничего не знает. Замутать английского языка. Поэтому... Слушайте, еще знаете, это будет интересно сравнение смотреть русских инфекционистов, французских инфекционистов и русский инфекционизм, который, да, а в инфекция, как говорится, на такой очень долгой, конечно же, проявлений о французах. А если вы видите какие-то преференции по Франции, по имени нации, да, партии, и мы как называли нашего инфекциониста, то есть какие-то названия, которые я имею в виду. Мне кажется, что у нас в революции? Привычки нет. А вот я, да, согласна вашему группу, да, исследования, 40% пейзажа, но у нас это очень не пейзаж, почему, то есть какие-то события, события, события трудные, и я не согласна с вами, нет. В русском инфекционизме тоже больше пейзаж, вы вспомните Хоровина, конечно, там сирень бесконечная, сады. Я думаю, что статистика будет так же, но, к сожалению, да, мы еще только начали погружаться в эту тему, поэтому, по-моему, в телах, очень не было начать с оригинала языка, а потом уже доглавляемся, да, переводим на русский язык. А так получилось немножко странно. Ну, темой нашей было именно статистические данные, какие являются при переводе, они совпадают. и тапонимы, и аммонимы, и так далее. Мне вот интересно, совпадают и французы с нами, я просто не делала выбор, вот я только... Спасибо за идею, получите ваши пожелания. Да, вот интересно, как две страны, Франция, и наше государство, вот на тот момент, когда мы только, так скажем, чувствуем, потому что мы всегда за консультур, были не виноваты. Я, я сейчас не оляток, но всегда любили, любим, они много взяли с санцузской культуры на протяжении всех веков. Да, и даже, вот, естественно, выражение уходило по миссии, мы, мы, да, мы очень... У нас было французом, да, мы говорили, да. Уже жили вас. Вот. Поэтому французская культура всегда была научена, я же, на песках, и мне очень интересно вот это исследование от французского эпизианина-мориуса на эпизианина-мориуса, они могут смотреть, как здесь он совпаливает, и уже разошлись. Вот. Мы так обращаем людей, и я. Спасибо. Кстати, мы можем еще добавить, и мы учтем ваше пожелание. Спасибо. 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 Ну что, мы завершаем наш шаг? Да? Так.